Вообще ответственность предприятий по неполучению сертификата на сегодняшний день, она прописана в экологическом кодексе, это остановка производства. То есть приостановка деятельности предприятия до тех пор, пока они не получат сертификат. Мы мониторим все 178 предприятий, есть те предприятия, которые уже одобрены. На сегодняшний день их порядка 40 предприятий, каждый день эта цифра увеличивается. Министерствам выдано 16 сертификатов, готовятся еще остальные. И так планомерно по 40 предприятиям мы уже видим положительную оценку и положительную динамику. Порядка 54 предприятий вообще не подали никаких документов. То есть это группа риска, с которой завтра нам предстоит работать карательными мерами. То есть министерство будет принимать меры к остановке этих предприятий, так как сроки прошли фактически уже 1 мая. Та разница, которая осталась между теми, кто одобрен и кто вообще не подал, эти предприятия находятся в работе, с ними динамично проводятся консультации, они подают документы, в рабочем режиме их меняют, исправляют ошибки. То есть мы даем возможность отрабатывать это все в живом режиме, без применения каких-либо санкций на сегодняшний день. Но 54 предприятия это на сегодняшний день проблемно. И хотел бы обратиться, пользуясь случаем, к тем, кто действительно пока еще не предпринял никаких мер, что с полугодия этого года начинаются плановые проверки комитета экологического регулирования и контроля. И эти меры будут приняты по остановке этих предприятий, производств. Законодательная база и основа есть для этого. И мне бы хотелось предупредить, более ответственно относиться к этой работе. Да, 54 предприятия, по которым сейчас возникает проблема, это в основном, конечно, сектор энергетики и производство тепла. Это те небольшие, может быть, региональные тепловые энергетические станции, которые, к сожалению, в своей работе по тем или иным причинам не смогли предусмотреть либо финансирование, либо нет внутриштатного специалиста по экологии, который может произвести расчеты. Продолжение следует...